Привет всем новичкам и матерым игрокам игры Will to Life Online. Каждый из вас трепетно ждет обновлений в игре и все не может дождаться. Ждете локацию, оружие или броню, ждете мобов, событий или новых механик. И все это будет, но не сразу, как говорится. В этом видео я расскажу для тех, кто еще не в курсе о тех вещах, которые на данный момент разрабатываются нашими сия богами вилки. Дивижн, ты же все делаешь и все разрабатываешь, когда будет новая лока? Говори давай! В чем дело-то? Объясни. В общем, закиньте лайк и подпишитесь на мой ютуб канал, телеграм и группу ВК. Все ссылки в описании. Давайте лайками покажем разрабам, сколько же нас уже ждет. Не дождется новые локи с новым контентом. Имейте в виду, что они видос посмотрят тоже и увидят ваши комменты. Не стесняйтесь, а с вами Сарен Абарбон, погнали! Давайте начнем с самой первой новости. После введения мин и лопух можно было ставить где-то 29 обычных мин плюс 30 лопуков, насколько мне было известно. Да и это сейчас особо не важно уже. Теперь же ты сможешь ставить и мины и лопухи, в общем не более 30 штук за раз. Кто-то рад, а кто-то брыжет на дивизиона. Зачем? Женя, ну за что? Напишите ниже, что думаете насчет общего счетчика. После обновы вам добавится или надо будет раздобыть, пока неизвестно, новый модуль КПК-линейка, чтобы ты знал расстояние от точки А до точки Б на карте. Не знаю, зачем это вводят, если эта инфа по сути бесполезна, но да ладно. Может в будущем тебе нужно будет знать расстояние с тоннелей до Арматурыча, чтобы рассчитать на сколько тебе хватит бензина. Ну типа того. А вот сейчас снова будет желчь лететь. Пиксит точность у старателя. Если сейчас ты на 100 плюс метров спокойно попасть можешь по ханту или неважно кому, то после обновы предполагается менее точное попадание по цели. Старатели наймом передают привет. Также тут уточняется, что изменение мягкое, поэтому пока не будем нагнетать. Исправлена проблема. Именно проблема, из-за которой урон не снижался в зависимости от расстояния. Особенно это касается 12-го калибра. Если сейчас ты наносишь по 700 тысячу плюс урона на 100 плюс метров пулей, то после обновы будешь наносить в пределах 300-500 урона за выстрел. В принципе как и найм. То есть на средней дистанции старалы и наймы будут по урону на равных. Старалы, ваш выход! А перед тем как продолжить, хочу немного рассказать про команду энтузиастов, которые разрабатывают игру Заря. Заря это онлайн проект с элементами выживания, где главная задача выжить в суровых условиях постапокалипсиса. Игру разрабатывает команда разработчиков Warrior Studio. Закрытый эксперимент вышел из-под контроля. Скрывать подобное долго не вышло, даже у советских властей. Но ради безопасности страны, город и часть территории, что была задета катастрофой, закрыли и постарались изолировать от внешнего мира. Эксперименты с эфиром, который считался вымыслом, с электричеством повлияли на всех тех, кто находился внутри. Все те, кто был внутри, не вышли. Все те, кто ликвидировал катастрофы, не вернулись. Все те, кто проникал внутрь, сожалели. ЗБТ планируется на этот год. Следить за новостями вы сможете в ВК группе Зари. Ссылка в описании. Так, вот сейчас лидеры кланов и сокланы просто обоссутся. Помните, когда ввели дронов и что для этого нужно было? Правильно, вроде 7 уровень клана и 40 тысяч технологий для открытия магазина фракции 2. После обновы же, дрон теперь не будет требовать технологии для изучения. Надо будет всего лишь иметь 5 уровень клана. Дрон можно будет крафтить по рецепту, модуль рецепт на крафт дрона выдается по квесту. Квест теперь единоразовый и дрона можно будет крафтить на станке, как оружие, я полагаю. Некоторые комплектующие для крафта дрона теперь можно выставлять на продажу в комиссии. Получается, выбиваем модули из голиафов и продаем на комиссии. Новый вид фарма жетонов нам открывается, судя по всему. Что думаете насчет будущих изменений с дроном? Сейчас просто сказка будет для многих и потекут слезы у закоренелых инженеров. После обновы, после смерти, теперь будут выпадать мины с лопухами с каким-то шансом. Как и РПГ-сторяды, к примеру. Очень многие, очень многие и очень долго просили пофиксить имбовость инженера с минами. Милости просим, как говорится, от разрабов. Ставьте лайки, кто ждал этого больше, чем выходного после работы. Что думаете? Поддерживаете дропмин? И для меня лично, крутое нововведение для инжей. Инженеры теперь будут получать уведомления о том, что их оборудование было уничтожено. Или о низком заряде МТВ и так далее. Так, теперь новость, касаемая ПВЕ игроков, которые любят покачаться или пофармить любимую фалангу или матадоров на каньоне. А вот соседи Бибу, как говорится, спавн мобов теперь отключается во время захватов, вне зависимости от количества игроков. Все мобы, которые не видны игрокам и которые далеко от игроков, автоматически умирают во время начала захвата блокпостов. И это я поддерживаю полностью. Наконец-то, хоть и немного, но количество игроков на войне может увеличиться. Ну, в принципе, как и падение фпс. Или эти игроки увеличатся не на войне, а пойдут фармить мишек с блевунами. Тут палка в двух концах. Либо будут более эпичные войны за базы, либо эпичные войны за мишек. Что думаете насчет этого введения про спавны мобов? Далее, игроки смогут устанавливать такие мешки с песком для обороны. Достаточно прочные. Вот честно, я даже заморачиваться не буду. Это то же самое, что и старые мешки, которые никто не использует. Тут, может, и будет прочность больше и дизайн реальных мешков, а не горшков. Но не интересует эта новость вообще. А что бы ты добавил вместо мешков и закрутия? Следующая новость касается мотоцикла. Теперь, при желании, игроки смогут спрыгивать с мотоцикла на ходу. Но это иногда может быть больно. Короче, ждем много новых жалоб на Дивижн. Будем спрыгивать в яму и умирать или сносить себе еще больше хп, чем когда едешь по кочкам на скрипке. Ну хрен знает, как это будет реализовано. Посмотрим. Исправлена проблема, из-за которой прицел сильнее раскачивается на высоком фпс. Это, я так понял, касается всех классов или только наемника. Но разброс должен стать менее жестким. Предполагаю, что это был баг, из-за которого наймы не попадали на средней и дальней дистанции. Ждем массового респека снова в наемников. Если реальная стрельба станет комфортнее. Кто играет за наймов, готовы попадать снова. Разброс оружия всего, теперь более комфортный для игры. Отдача не отменилась. Улучшена стрельба в общем и целом. Немного улучшат глушитель. Урон теперь снижается на 15%, а не на 20, как это было раньше. Трассеры с глушителем теперь обнаружить еще сложнее. Хантам за дальними кустами в темном уголке очка привет. Зато теперь стрельба из пикселя имеет пиксель побольше. Попасть стреляющего из пикселя легче. Скорее всего будет хорошо видно голову стреляющего. Я так это понял. А может и полтела, что было бы покруче. А то стреляют чуть ли не из-за камня и хрен пойми где. Ханты, ваш выход. Очередная новинка. Рассылка метки о месте последней смерти напарника. Теперь, если ваш напарник в группе был убит, вы будете видеть на экране метку его последней смерти. Таким образом, вы будете понимать, где его убили. Тут, как по мне, вроде и прикольное нововведение. А в другой степени и нет, если эти метки будут перекрывать пол экрана. Даже не знаю, что сказать. Что думаете? Добавят новую прицельную сетку для коршуна 2. Кто из вас мечтал о добавлении раздела оружия? Вот вам прицел, братья. И не смейте говорить, что вас не слушают. И, наконец-то, разрабы добрались до баланса пистолетов. А то, по сути, они были неиграбельны очень долгое время. Теперь увеличат бронебойность для большинства пистолетов, таких как Глок, Спрингфилд, ГШ-18, ну и еще, может, каких. После обновы удаляйте кхерам дискорд и прочие проги для общения. Ведь для вас добавят новое оборудование. Рацию. Создаете группу и спокойно общаетесь. Не важно, на какой локации находится ваш компаньон. Главное, чтобы не было, как с противогазом. Где нихрена не понятно, что, кто глаголит. Нужна эта рация? Да хрен бы ее знал. Но для тех, у кого калькулятор и 1 гигабайт оперативной памяти, эта механика позволит не запускать дополнительные проги для общения. А ты хотел рацию в игру? И последнее, самое интересное из известного. В игру добавят новый пистолет. Больше инфы нету, ничего не могу сказать. А вы говорите, разрабы не добавляют оружия. Закупаемся пистолетами в следующей обнове и будем стреляться. Как вам известно, в игре давно появились фракционные NPC-рекрутеры, которые позволяют игрокам быстро переправляться в локацию Испытательный полигон. Разрабы планируют добавить новую локацию для фракционного противостояния, на которую можно будет попасть только при помощи этого рекрутера. Разработка данной локации будет вестись с учетом всех недостатков локации Каньон. Также с карты выйдет новый НПС и новые квесты в лагере Черный Закат для любителей лора. Ну и квестов. По итогу, так обнова реально крупная с учетом всего, плюс локация. Пусть хоть и много мелочей по сути, но разрабы видно на что пускают ваши донаты, на новые механики, баланс классов и новую локу. Я не отношусь к токсичным людям и не буду высирать какие разрабы плохие. Каждый раз заходя на трелло я вижу какую-нибудь разработку. Пустым трелло не бывает, поэтому плохого не скажу. Да, добавляют не оружие. Да, добавляют не новых мобов. Но разрабов свои планы и план в кармане. Рано или поздно добавят больше вооружения и брони и прочего. Если ждете обновления, накидайте лайков, чтобы мотивировать разрабов. Они всегда смотрят видео и читают комменты. Но они делают выводы все равно, хоть это и не их канал. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал YouTube, ВК и Телегу. Все ссылки в описании. С вами Старина Барбон, ждем обнового вместе. Не прощаюсь.